В Красноярске ожидают сокращение поставок отечественных вин. Дело в том, что сильные морозы, установившиеся в этом году на юге России, уже погубили по разным данным от 30 до 50% будущего урожая винограда. Как говорят российские виноделы, такого не было уже последних 25 лет. По словам экспертов, в такой ситуации российское вино, скорее всего, подорожает. В магазинах Красноярска доля российских вин разная, все зависит от формата. В сетях, ориентированных на покупателя с достатком выше среднего, их, соответственно, меньше. Однако, по данным оптового алкогольного центра Красноярского края, в прошлом году на территорию региона завезли 1 миллион 300 тысяч гекалитров. Из них отечественных 70%. Цифра, конечно, значительная. Может быть, в какой-то степени увеличение стоимости, но, скорее всего, что это произойдет, как часто у нас это бывает, именно не из-за как такового отсутствия, а из-за изменения ситуации. И определенные производители, наверное, могут на это пойти. Владелец винного магазина Майкл Шабуров говорит, что российское вино всегда хорошо продавалось. Прежде всего, из-за невысокой цены. Но если оно значительно подорожает, то многие предприниматели будут вынуждены просто от него отказаться. Соотношение цена-качество потеряет смысл. Возможно, это немножко ударит по сетям, которые ориентированы на недорогой сегмент. Но я думаю, что они тоже это заполнят, опять же, импортом. Слава богу, мы вступили в ВТО. И, насколько я помню, обязательная строка вступления была – это снижение акцизов на алкоголь. И это все-таки немножко удешевит чилийско-болгарские вина, которые, в принципе, близки к ценовой категории России. И, может быть, немножко акцизы только их немножко как-то отодвигают. В торговых сетях также отмечают, что ситуация с отечественными винами не критичная. Дефицита точно не будет. У оптовиков есть всегда запасы. С другой стороны, освободившуюся нишу смогут заполнить алкогольные продукции из других стран. Допустим, какой-то регион или какой-то производитель, например, не сможет обеспечить поставками потребителя. В общем-то, рынок контролирует себя сам и регулирует себя сам. В общем-то, предложений аналогичных сейчас очень много. То есть, ассортимент напитков, в том числе и алкогольных, он достаточно широк. Помимо ситуации с неурожаем, рынок ждет изменения и в алкогольном законодательстве. В начале июля в силу вступит новый закон. Он уточнит, что считать вином, а что винным напитком. Дело в том, что акции за новинные напитки предусмотрены более высокие. Соответственно, и их розничная цена будет выше. Эксперты считают, что в ближайший год изменится и спрос покупателей, и ассортимент в торговых сетях. Я предлагаю обсудить вам эту тему на нашем сайте afontovo.ru. А если у вас есть новости, звоните лично мне мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Игорь Лобакин, Афонтово Новости. Субтитры создавал DimaTorzok